Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Амнезия. Призрак прошлого. Остановились мы на том, что нахимичили банку с кислотой и разъели непонятную вот такую вот штуковину, которая живая и красная и мерзкая и похожа на какую-нибудь плоть или я не знаю, которая закрывала нам здесь проход и мы ее разъели с помощью этой кислоты. Дальше у нас локация под названием Камера Переработки. Жду, не дождусь. Погнали! Окей. Пожалуй, я сделаю вот так. Спасибо. Что-то мне подсказывает, что надо валить отсюда по-быстрому. Темновато здесь. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонар, если хочешь. А что за причина? Почему темно? Держись поближе. Не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая тема? Будь внимателен, Дани. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Ребята, вы это слышали? Судя по всему, здесь так темно, потому что здесь кто-то есть, кроме нас. Да, это так. Привет, Жорик. Здравствуй, Жорик. Слушай, Жор, ты можешь немножко это, не грызть меня, ладно? Ты мне нравишься, ты хороший. Эй, не оборачивайся, дружбан. Пожалуйста. Я же тебя прошу. Спасибо, дружок. Я всегда знал, что ты отличный друг. Ух ты. Так. Давайте не будем особо шуметь, а не то Жорик придет к нам. Так. Так, давайте выключаем фонарь и идем дальше. Хотя. Нет, здесь никого нет, отлично. А-а-а, па-па-па-па-па. Опиум. Эй, дайте мне опиум. ВТФ. Закрой дверь. 22 июня, 1839 год. Прошло больше месяца с тех пор, как я последний раз писал в дневник. После того, что случилось в гробнице, профессор попросил меня вернуться в Англию. Сказал, что не хочет рисковать всей экспедицией, если мне вдруг станет хуже. Оказалось, что он зря беспокоился, но я рад, что все так вышло. Сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов, который привез из Африки. Там же лежала и разбитая сфера, обернутая тканью. Я попытался собрать ее, но не смог. Части не подходили друг к другу, словно были от разных сфер. Может, мне все почудилось тогда? Может, эта сфера никогда не была целой? Возможно, именно из-за этой сферы все тут плохое и происходит. Ну ладно, Жорик, я иду к тебе. Надеюсь, ты рад. Жорик, Жорик, Жорик. Жорик! Он что, сзади меня? Жора, я не хочу тебе вреда, честное слово. Дверь заблокирована, понятно. Нам нужно найти туда другой проход, я догадался? Да-да-да. Все, спасибо, до свидания. Так. О! А вот это интересно. Так, я, пожалуй, включу, чтобы у нас все было хорошо с рассудком и выключу. Жорик! Жорик! Окей. Подождите, мы что, круг навернули? Ну ладно. Я, пожалуй, возьму вот это и мы пойдем. Эй, откройся. Оп. Хм-хм-хм. Оп. Так. Все, надо заблокировать за собой проход. Как-нибудь вот так. И мы оказались, где мы оказались? Ух ты, это же гигантские бочки с вином. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. О! То, что надо. Больше, чем наполовину. И так сойдет. Так, судя по всему, Жорик где-то здесь. Надо быть осторожным. Люк слишком тяжелый, руками не поднять. Что-нибудь придумаем. Верно ведь? Мы-то всегда что-нибудь придумываем. Ай. Ну, вроде как тут ничего полезного даже и нет. Это что такое? Застряло. Что-то мешает. Ладно, идем туда. А! Понятно. Подождите, я здесь еще один раз все оббегу, потому что что-то у меня ощущение, что я здесь что-то пропустил. Важное. А, мы здесь люк нашли. Ну, ладно. Люк так люк, как скажете. Жорик, я иду к тебе. О, здесь еще бочки. Кости, косточки, ножка. Ой, потише, потише. Так, я предлагаю... Здесь мы были? Закроем. Там мы тоже были. А, Жорик пошел туда. Слышу какие-то крики. Или это лай собак? Подождите, а что-то запутался. Мы, по-моему, круги наворачиваем. Но вот здесь мы точно не были. Жорик, ты где? Жорик. А, ушел вроде. Ничего интересного здесь нет? Побежали. Стоп, так мы же отсюда пришли. Да вы издеваетесь. Или мы отсюда не приходили? Да-да-да-да-да. Мы пришли оттуда. Побывали вот здесь. И вот тут тоже. И вон там. Да мы уже везде были. Куда нам идти теперь? А, нет, вот тут вроде не были. Или были? Да, здесь действительно мы круги наворачиваем. А масло-то не бесконечное. Укрепляет здоровье и исцеляет раны. Хорошо. Но пока что Жорик за нами не гоняется. И это хорошо тоже. Так, слушайте. Чем мы можем... Склянка у нас осталась даже. Чем мы можем... А, стоп. Ага, вот этой штукой надо... Что-то мешает. Но что? Что вот может мешать этой ручке? Мешает рукоять поворачиваться. Может быть ты... Ладно. Да-да-да, я слышу лай собак. Прекрасно. Вообще-то это не нечто, а Жорик. Жорик. Спасибо, что дверь закрыл. 25 июня 1839 год. Решил продолжить вести дневник, хотя изначально завел его, чтобы писать об африканской экспедиции. Я просто уверен, что сфера это какая-то важная вещь. Я решил собрать ее сам, но куда там. Это труднее, чем казалось на первый взгляд. Осколки ведут себя странно. Они все время еле заметно меняют цвет, форму и даже текстуру. Вчера я сделал замеры и отметил ориентиры на поверхности осколков. Сегодня мои опасения подтвердились. Осколки изменились. Я был потрясен и побежал к лучшему геологу Лондона, сэру Уильяму Смиту. Я завел разговор о том, как камни меняют форму. Смит рассказал мне о строении стекла и о том, как оно сжимается под своим весом и медленно тает веками, словно лед. Я немного успокоился, но по-прежнему уверен, что эти осколки неземного происхождения. Хорошо. Жорик, не надо. Я так понял, нам нужно найти какой-то рычаг или вроде того? Потому что я даже не знаю. Так, мы пришли вообще отсюда. Ну давайте бегать, искать. Давайте, все будем делать против часовой стрелки. Здесь у нас ничего нет. Проверяем все комнаты. Молоток нам тоже не поможет. А жаль. Да елки-палки, куда мне идти? Проверяем все комнаты. Да. Слушайте, я не буду ничего вырезать. Я хочу сам сейчас понять, что нам надо делать. Давайте включим логику. Где вот это вот место? Где люк был? Вот, люк. Люк мы поднять не можем. В инвентаре у нас нет ничего, чем мы могли бы поднять люк. Да. А ручку, которая сделана для того, чтобы поднимать люк. Вот эту. Ее заклинило. Что, сработало? По-моему, нет. Где-то здесь, по идее, должен быть рычаг. Фак. Ну, придется побегать, судя по всему. Придется побегать. Может быть, какое-то... Что-то за шкафом. У меня так просто кончится масло, и я умру от того, что у меня кончится рассуд. Все кончается в этой игре. Все кончается. Что же может... Фак. Ладно, в темноте побегу. Где вообще Жорик? И вообще, я здесь запутался полностью. Где мы еще были, где мы уже не были. Что? Где-то мы были, где-то мы не были. Вот уж головоломка. Да вернее, даже не головоломка, а лабиринт какой-то, чертов. Он меня бесит. Он меня бесит. Потому что я не знаю, куда идти. Окей. Да как мы вообще этот круг опять навернули? Я не понимаю. Ёлки-палки. Ну-то что теперь делать? Серьезно заканчивать? Кто-то идет, кто-то идет. Пусть придет Жорик и объяснит мне, что здесь надо делать. Я уже не боюсь Жорика. Он мой друг. Он мой лучший друг. Жорик. Объясни мне, что делать. Куда мне идти? Жорик. Жорик. Злой Жорик. Плохой Жорик. Ладно. Я прервусь. Еее. Ну что же, ребят. Вы сами видели, что вот тут надо было вытащить палку. Долго я до этого не мог понять. Не мог допетрить до этого. Ну, в принципе, ладно. Самое главное, что мы идем дальше. Ай. Мелкие порезы. Ладно. А здесь достаточно жутко. И... Подвальные архивы. Ладно. Так как эта серия и так уже затянулась из-за моего блуждения. Извините, что так долго не мог допетрить. Всем спасибо за просмотр. В эти архивы мы пойдем в следующей серии. Всем пока.